Во время второй волны пандемии коронавируса рестораны и кафе Севастополя закрывать не стали, однако безопасность все равно превыше всего. Носят ли маски и перчатки сотрудники заведений общепита и какие требования предъявляют к посетителям? Сейчас проверим. Специально иду без маски. Сразу на дверях мы видим просьбу входить в масках, соблюдать дистанцию и не игнорировать антисептик. Что ж, уже хорошо. Ну что мы видим? Встречает меня антисептик. Не пустой, можно продезинфицировать руки после улицы. Сейчас этим и займусь. Добрый день. Здравствуйте, куда я могу присесть? Надевайте, пожалуйста, маску. А у меня нет с собой. Тогда мы вам ее предоставим. Пожалуйста. Благодарю. Обращаю внимание, маска в пакетике. О мерах безопасности здесь думают. Могу ли я измерить вашу температуру? Конечно. Все перемещения по залу в маске. Сел за стол, маску можно снять. Поел, попил, опять надел маску. Даже если тебе нужно в туалет, то теперь только в маске. Все работают в перчатках у нас. Постоянно идет обработка рук, обработка всех рабочих поверхностей, меню. Кажется, что у нас такая посадка очень плотная, да, но поскольку нам просто лишнюю мебель некуда деть, мы, вот видите, столы вот так вот нам батали ленты заградительные, чтобы люди видели, что здесь эти столы не обслуживаются. Каждые два часа сотрудник обязан менять маску. Также предусмотрена термометрия сотрудников при приходе на работу. В случае выявления сотрудников плохого самочувствия, либо повышения температуры, предприятие должно отправить сотрудника домой. Также необходимо осуществлять в помещении проветривание. В этом заведении заботятся о безопасности как персонала, так и посетителей. Что ж, пойдем еще в одно. Посмотрим, как дела обстоят там. Так, на входе в это заведение сразу напоминание о том, что оно работает до 22 часов и о том, что вход только в защитных масках. Молодцы. Антисептик для рук присутствует и работает. Хорошо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если бы мы пришли к вам без маски? Да, я в маске. А покажите. Целый пакет с масками, да? Конечно. Чтобы не выносить из помещения мебель, в этом заведении нашли свой выход. На столах оставляют таблички. Стол не обслуживается. Это говорит о том, что посетителям сюда садиться нельзя. Социальная дистанция таким образом соблюдается. На очереди у нас еще один ресторан. И здесь напоминание о том, что масочный режим действует и заходить только в маске я не вижу. Ну, посмотрим, предоставят ли мне маску внутри. На входе напоминание «Берегите себя» напоминают нам о соблюдении социальной дистанции. Здравствуйте. Скажите, почему нет напоминания о масочном режиме? Вы его не соблюдаете? Мы соблюдаем масочный режим и предлагаем даже своим гостям одеть масочки, если у вас нет своей маски. Почему тогда на дверях не повесили напоминание? А у нас недавно была проверка. Нам сказали, что это рекомендация. Но мы обязательно повесим. Как рассаживаете сейчас посетителей? На безопасном расстоянии через столик. Но они и сами сейчас так садятся. Все соблюдают, все знают. Работаем мы до 10 часов вечера в соответствии с рекомендациями. Ну и стараемся все соблюдать. В таком режиме ориентировочное предприятие общественного питания будет работать до 1 декабря. Предусмотрена административная ответственность в части нарушения САНПИН с учетом Кодекса об административных правонарушениях. Бизнесу грозит и до 500 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям до 150. Что ж, надеюсь, мир и безопасность в заведениях общепита Севастополя будут соблюдаться. А напоследок небольшой совет. Тем, кто любит отмечать праздники в кафе и ресторанах, собираться большими компаниями, пока с этим можно повременить. Ведь если сейчас задуматься о безопасности, потом поводов собираться всем вместе будет намного больше. Анастасия Синица и Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.